Идея создания выставки «Витамины» у Алены Поробкович появилась давно. Согласно планам девушки, экспозиция должна была состоять из 20 работ. Однако фантазия и творческое вдохновение дали о себе знать. Поэтому цикл «Полотен» пополнился еще несколькими экземплярами. Вот у меня цель стояло 20 картин сделать в одном стиле, чтобы дети увидели труд, то есть работу. Не столько вдохновение увидели, да, вау, сделал и забыл, а сколько труд и работу. Ну вот здесь представлено 22 работы, так как вдохновение прошло еще дальше и хватило на 22 работы. Работы, представленные на выставке, создавались на протяжении нескольких лет. Сочные персики и апельсины, киви и гранат. Все эти любимые гости любого праздничного стола удачно объединились в одну тематическую экспозицию. Помогал Алене творить любимый супруг Дмитрий, который не только морально поддерживал художницу, но и предлагал будущих героев картины. Сложности не знаю, чтобы там были какие-то, в принципе, это больше не столько сложно, сколько интересный процесс. Ну, составлял, да, ну, мы какие фрукты составили, какие лучше там советовались, что с чем как-то больше по вкусу сочетается еще. Мы думали об этом, составляли и, в принципе, ну, итог вот он, по сути. Свою выставку Алена Поробкович посвятила в первую очередь своим любимым ученикам, с которыми она проводит занятия в детском развивающем центре «Аленка». Как настоящий педагог, Алена Сергеевна считает, что лучший образец для подражания – это личный пример. Наверное, поэтому ученики Алены Поробкович с удовольствием посещают экспозиции любимой учительницы. Тема фрукта, она мне очень нравится. А любимая работа – вот эта с вишенкой и с арбузиком. Почему? Ну, потому что они самые заметные, мне кажется. Витаминная экспозиция будет работать в Дидасперсии еще несколько недель. За это время брещане и гости города над Бугом смогут насладиться не только высоким качеством работ, но и погрузиться в мир теплого лета, который, по прогнозам синоптиков, обязательно скоро придет.